Сегодня в Карачаево-Черкесии завершился чемпионат по горному троеборью. В нем участвовали военнослужащие Южного военного округа, несущие службу в горной местности. Подробности у Али Баташева. Соревнования по горному троеборью проводятся в Карачаево-Черкесии уже третий раз и состоят из трех этапов. Лыжная гонка по пересеченной местности, лыжная гонка с преодолением препятствий и гонка дозоров. Зимняя полевая форма, лыжи, комплект альпинистского снаряжения за спиной. Крутые спуски, повороты и подъемы по пересеченной горно-лесистой местности. Каждому участнику предстоит пройти более 12 километров, что само по себе является непростым испытанием. В условиях высокогорья сложнее переносить физические нагрузки. Чем выше горы, тем более разрежен воздух. И в легкие попадает меньше кислорода. Наибольшая сложность это сильно пересеченный рельеф. Вы сами можете наблюдать. Это вынослужащие работают в перепаде высоты порядка 800 метров. То есть спускаются, поднимаются, спускаются. То есть перепад высоты, соответственно давление. Работают вынослужащие с грузом. Ну и, соответственно, попутно выполняют специальные задачи. К одной из таких специальных задач относится метание гранат. Причем не только на дальность, но и на меткость. Не справившийся с поставленной задачей боец должен пройти на лыжах штрафной круг, длина которого составляет 50 метров. Затем необходимо вернуться на основной маршрут и продолжить путь к финишу. Чтобы добиться успешного результата в горном троеборье, необходимо точно рассчитать свои силы и быть предельно внимательным, считает Даниил Филипченков из Армении. Наиболее сложным это акклиматизация. Просто разное высокогорье и все тому подобное. А так пока мне сложности не вижу. Что поддерживает боевой дух у вас? Все-таки испытания тяжелые. Наверное, понимание той работы, которую я выбрал. Потому что здесь можно проверить себя, на что ты способен. Посмотреть, что делают другие люди и можешь ли ты так же, как они. Горное троеборье проходит в течение нескольких дней. По условиям соревнований отдельно участки со снежно-ледовым покровом бойцы должны преодолевать с лыжами за спиной, используя альпинистские навыки. Заключительный этап – гонка дозоров – усложняет ориентировку на местности и выполнение других задач, так как проводится в ночное время. В соревнованиях участвуют военнослужащие из Ставропольского края, Краснодарского, Ростовской области, Республик Абхазии, Армении, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других регионов страны. Самое сложное – это, конечно же, преодолеть самого себя, потому что гонки тяжелые, минимум час ходьбы, поэтому не каждый выдержит. А что вам помогает выдерживать? Тренировки. Тренировки помогли команде из Карачаева-Черкесии стать победителями соревнований по горному троеборью. Второе место заняла Ростовская область, а третье – Кабардино-Балкария. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район.